друзья всем привет сегодня у нас нас дочки нож от андрея калмыкова клинок на этом ноже от сергея баранова и сдачивать мы его будем в тот же самый угол нож используется на кухне по мясу обзоры ножа на нашем канале уже был но здесь самое интересное пожалуй это будет финиш на этом ноже и финиш мы будем делать при помощи медного притира медный притир у меня является тестовым и на него я буду нанесить алмазную пасту 75 и покажу вам что из этого получится для сравнения сейчас я вам покажу как выглядит подвод и режущая кромка ножа перед началом заточки нож немножко подсел у него есть небольшие замятия по режущей кромке где-то есть небольшие выкрашивания в районе пятки он вообще не цепляет бумагу располагаем клинок прямо по центру рамки устройства по его позиционированию тут нет ничего сложного прямой частью параллельно рамки также отследить как у нас будет вести себя подвод можно будет по маркеру мы сейчас закрасим и посмотрим будет он у нас расширяться или сужаться ближе к кончику случае чего нож мы всегда можем сдвинуть влево или вправо так закрашиваем маркером сейчас мы просто попадаем в угол заточки маркером у нас подвод уже закрашен камень 100 на 80 м с 1 алмазный так сейчас я вижу что угол достаточно большой немножко уменьшим также посмотрим по угла миру давайте сделаем 36 до здесь 36 градусов общих проверим тоже с обратной стороны да все мы отлично попали на кончик тоже отлично все выходим сейчас протачиваем убираем все сковые замятия по режущей кромки у нас должен быть отчетливый заусенец равномерный по всей длине и начнем получили равномерный заусенец по всей длине режущей кромки меняем камень на следующий это у нас будет 50 40 работаем прямо по заусенцу уменьшаем риску камнем 50 40 я чувствую что мы уже закончили можно переходить на следующий берем 2014 также при помощи салфетки уберем шлам с ножа сейчас переходим на последний камень это у нас камень 75 и мы сейчас качественно уберем заусенец и перейдем уже на медный притир почему не стоит работать медным притиром по заусенцу медный притир вам достаточно мягкий особенно в сравнении с чугунным притиром поэтому обязательно убираем заусенец прежде чем перейти на медный притир любое неосторожное движение по кончику ножа либо же заусенец он может оставить хорошую царапину на самом притире и сейчас еще буквально небольшое повышение угла на 0 1 градуса с двух сторон убираем заусенец движениями от себя мы его срезаем очень важно что движение от себя потому что когда мы делаем на себя мы заусенец вытягиваем от себя мы срезаем нож у нас уже салфетку режет и сейчас я проверяю исключительно чистоту режущей кромки что нож у нас нигде ничего не цепляет также продемонстрирую вам состояние ножа после заточки алмазным бруском 75 на режущей кромке еще остался совсем небольшой заусенец но в этом нет ничего страшного сейчас переходим на медный притир и и уже будем финишировать также еще важный момент толщина алмазного бруска и медного притир у нас отличается у нас сейчас угол заточки 18 и 1 градуса поэтому я сейчас меняю брусок и буду нивелировать при помощи электронного уголмера акси куб ай так тоже протираем место где у нас был брусок чтобы не было заражения притир у нас очень хорошо шаржируются поэтому если попадет алмазное зерно но в этом притире уже и останется так 18 1 все мы попали зафиксировали сейчас что я делаю добавляю алмазную пасту алмазная паста 75 как мы знаем для каждой алмазной пасты свой притир это относится не только к деревянным брускам но также и к чугунным притиром и к медным притиром так мы добавили пасту распределяем по всей поверхности плитира даже немножко много добавил излишки просто салфетки куберов и прям поверх добавим немножко масла для заточки все и распределяем наводим так скажем такую суспензию сам притир он работает достаточно мягко дает нам достаточно быстрый и аккуратный финиш работаем как обычным камнем обязательно без давления сейчас производим работу в обе стороны точно так же как при обычной заточки как мы видим вот на притире у нас уже появляется черные разводы это показывает том что алмазная паста на плитире у нас работает после того как мы проработали плитиром в обе стороны можно начать снятие заусенца движениями от себя с каждой стороны точно также как при обычной заточки мы финишируем будьте аккуратны с кончиком ножа не зарежьте сам притир об кончик ну и не завалите его конечно на самом деле на этот притир можно переходить и с камня 2014 и сразу же брать притир не уходить на камень 75 как это сделал я салфетку режет все хорошо нигде не цепляет пробивает после заточки на нашем подводе подвод достаточно блестящий зеркальный но не матовый так давайте я вам покажу что у нас получилось под микроскопом на подводе сейчас мы видим разводы от масла при помощи спирта я сейчас попробую протереть подводы и показать вам как мы видим риска у нас очень мелкая режущая кромка чистая ну и давайте сравним как было до и что у нас получилось после притира и также продемонстрирую вам медный плитир которым я работаю я ему заточил уже несколько ножей и видно так скажем его рабочие место эти царапины поверхностные они не глубокие ногтем не ощущаются то есть присутствует такая легкая матовость больше на поверхности фигурный но пользуетесь ли плитирами вы пишите в комментариях под этим видео если видео было для вас полезным то поставьте ему лайк подписывайтесь на наш канал а также вступайте в наш телеграм-чат где мы публикуем всю информацию ну а также задавайте свои вопросы в комментариях под видео мы них обязательно ответим лайк а у Субтитры создавал DimaTorzok